Ну, собственно, это. Сколько минут. Вот. Я лекцию пастил с материалов кимфакта, но, правда, я там немножко её порезал, потому что она была сложноважна для вас. Да вы уже лекции, да? Нет, это шевельковый лекции. Аааа, я должен поехать. Так. Ну, значит, хорфигены — это вот эти вот. Это которые в 16-й группе в нормальной системе. Я же начал лекции, и оказалось, что вот эта система, которую вам везде упаривают, против которой я агитирую, она ещё и называется официально устаёвшая. Конечно. Ну, почему она во всех учебниках — это вопрос. Ну, уже будет нормальная система — в ней группа 16. Кислород, серый, селеный, лук, полоник. Так. Ну, значит, это номера вот они есть, но вам это, наверное, не очень интересно. Потом электродная сифигурация, да? Она у всех имеет знаковое окончание. С2, P4. То же самое у серы, у селена и у тулуха, да? Окончание куда? Окончание будет одинаковое. Это почему? Потому что, ну, они в одной группе, да? У них два электронда С под уровнем, и на P4. Просто вопрос в том же, ну, какой номер у оболочки? А номер оболочки совпадает с кривой. Ну, это понятно. Угу. Правда? А, что у нас? Ну, радиус растёт, ну, естественно, он растёт. Степень окисления, да? Вот, посмотрите, это, наверное, более актуальная МФА. Для кислорода — минус 2, минус 1, минус 2. Для серы — разнообразие становится больше, да? Для кислорода что добавляется? 4,6. То есть, естественно, серу можно докислить до более высоких степеней экстрения. В принципе, то же самое абсолютно для селена. Ну, и для полонии тоже, но для полонии минус 1, да? Нет, полонии вообще вот более металлический. А, подожди, стоп. Ну, полонии здесь нет, потому что нет. Полонии плюс 6. Полонии плюс 6. О, у него есть плюс 6, разве? По поводу того, в каком они нормальном состоянии. Значит, ну, кислород имеет 2 азор кумилификации, как известно, да? Кислород — азор. Сера бывает аромбическая, моноклинная, пластическая, еще какая-то, но мы еще подробнее посмотрим, там даже пазовый диаграмм говорили. Вот. Селен тоже бывает, а телур — он не образует разных степеней. Дальше, по поводу того, как они выглядят этим, молекулы, да? Для кислорода — это молекулярное строение, ну, типа кислород, кислород, да? Молекулы. А вот для серы, тем более для селена и телура — это будет уже полимерные цепочки. Причем для серы бывают молекулярные. А чего я в маске-то неожможен смазал? Ну, а если это видео куда-нибудь? Нет, это же лекция. Лекция может вести лекцию из маски, да? А что это за правилы? Да не важно, правда? Ну, если мы будем обсуждать, то точно так же достаточно. Ничего не важно. Значит, для серы молекулы бывают типа S8 или что-то такое. Для селена — уже это мало характерно, там скорее полимер. Хотя и для серы тоже. Ну, полимер — что такое полимер? Это когда много-много-много атомов подряд с кислородными связями. Ну, типа тысяча, триста, ну, такой размер. Что-то еще интересно. А, энтальпийки есть, посмотрите. Этальпийки убывают, да? Причем, то есть полимер характеристика материала или материала? Вопрос такой сложный, на самом деле. Ну, мне кажется, скорее это характеристика типа строения. Ну, как бы материал, он характеризуется полимерным строением, но при этом то, что он полимер, еще не дает ему характеристики. Вопросы всяких литераторов. Не знаю. Ну, полимер — это когда атомы обреждены подряд. Вот полимер, все. Вопросы легко углевать. Повторяются одинаковые флоки. А, простцы. Да ладно. Вы нам кините серу? А, ладно. Можно сюда? Нет, серу я, кстати, не дам. Не, удушать не надо, простцы. Будушать в погоне ядри. Это селен? Нет, это не селен. Я селен вам не принес. Это халькоперид, а это перид. Они будут дальше. А, у нас же коллекция какие-то. Камушки. Я их поставлю сюда, короче, потом покмотится. Но на всякий случай, пусть только посмотрите, если захотите еще поесть, помыть. Так, вот это серый, вот это селен. Он серый. Телур очень похож на селен, он серый. Сейчас я даже посмотрю. По-моему, нахождение в природе. Начнем с кислорода. Во-первых, кислорода в атмосфере. Минералы составляют порядка 50%, которые задерживают себе тоже кислород. Ну, все. Это по поводу того, где он будет найти. Как его получать? Ну, самый такой простой способ, как обычно получают, это разложение нитрата калия, нитрата сочных металлов. Да? Потому что он дает гитрит жидкий, который остается, да, и улетает кислород. Чисто его можно собрать и езать. Так. Как получается промышленности? Ну, из воздуха. Самый простой. Что кислород, что азот. Берем воздух и дальше есть два варианта. Либо можно воздух отжижить. Ну, типа. Охладеть, да? Воздух отжижается. И разделить жидкостью. Жидкий азот от жидкого кислорода. Ну, или, что еще я говорил, начинает поймать посередине температуру, где у вас кто-то один сжижился, а второй нет. Здрасьте. Извините. Извините. Наскрою. Вот. В общем, можно разделить. Либо второй вариант, это такой умный вариант, это мембрана. Вот, да? То есть, кремодом мембрейн, вот эта вся штука. Короче говоря, поддаешь сюда воздух, да? А через мембрану у вас проходит ток кислорода. Ну, кислород проводящий. А азот уходит дальше. И азот и кислород влияют. Это, типа, умный способ для дорогих кислородов. Да. А, тут я хотел вам еще один слайд показать. Ну, это, в принципе, детский, но полезный. Я такую задачку встречал, по-моему, в единственном классе Назар Климоша. Вот. Она, короче, в том состоянии, что состав воздуха по объему и по массе это разные вещи. И, типа, проценты, они действительно отличаются. Ну, например, что азота по объему 78%, а по массе всего 75%. Ну, типа, не так сильно, но разница у нас уже есть. Да? Сначала самый большой у нас азот, потом азот. Третий кто? Аргон. Аргон, да. Это, видимо, просто у химфака было, а я не открывал демонстрацию. Ну, ладно. Короче, халькоген, рождающий руды. Вот. Это гематит красной железня. Ферма-пау-3. Вот. Ферма-3О4. Магнитный железнярный магнитит. Ну, это, типа, котюмония, откуда-нибудь дезерит, потому что, ну, типа, алькоген, кислород, да? Кислород в них входит, он в них встречается в земной коре. Магнитит. Так. Дальше серка. Она тоже встречается в земной коре. Вот. Может быть, заморозная сера. Ну, типа, вот такая вот, кусками. Может быть, в виде сульфидов. Например, ферма-2-аперит. Картинки у меня здесь почему-то не оказалось. Ну, вот он. А, ну, я смогу взять. Да? Да, это такой вот куск. То есть, там, реальные типические структуры образуют такая желтая штучка. Вот. Ну, потом посмотрим. Я вот эту сторону. Вот. Что еще бывает? Сфалерит. Верцит. Это сульфицинка. Вот. Киноварь, конечно. Это сульфит аркуте, да? Красная такая штука. Или киноварь. Кто-то как хочет, так и говорит. Главгоровый соль, который нейропилит. Здесь названы гипс. Сульфат кальция. Ну, в общем, короче, разные минералы. Они все образовываются, но образованы именно холикогенами. Так. Что это такое? Это что? Мне зачем? А, это они серы получают. Ну, вот, типа, на углеродных алюминиевых катализаторах из H2S. Можно получить себе очень интересный. Нет. Перит, собственно, да. У меня все-таки есть картинка. Вот такой вот он красивый, кубический. В первом раз дважды. Вот. Дальше медленный хорчитан или хальфа перит. Это купрум феррофаст дважды. То есть он, видите, двойной мед. И он бывает разных цветов. В чистом виде, когда он, типа, чисто медный. Ну, когда вот здесь вот чистый медь. То он желтый. И вот у меня здесь, по-моему, как раз такой образец. Да, он, например, чисто желтый. Ну, потом посмотрите. Можем даже открыть, пощупать. Вот. Но обычно он встречается с примесями. Об этом чуть позже поговорим. И он меняет немножко свой цвет. Сфорелик. Цинковая обманка. Цинк-С. Почему обманка? Наверняка кто-нибудь решает. Ну, там нет, что вид обманка названная. Сульфида? В любом месте тоже обманка. Путают с серебром. Вот, очень хорошая мысль. Только, насколько я знаю, не из серебром. С золотом. С золотом это колчина, вроде, нет? Да, да, очень много. Здрасьте. Ну, короче, говоря, он обманка. Потому что он может быть из серебром. Я вот буду с ним драгоценным металлом найти. Вот таковка. Вот. Поэтому называется обманка. Дальше. Цинцовый блеск. Любой. Умэс. Или галенит еще. И на меня скинувай. Хорошо. Это супер. Так, идем дальше. А, нет, ничего не идем. Гипс. Ну, гипс. А, ну вот. Мы пришли к селену Тулуру. И вот тут как раз о том была речь. Что, может быть, замечено? А, не медь, не медь. Это на селен Тулуру сера замещается. То есть, вот как раз если в хальпопериксе замещается сера на селен или Тулуру, то он приобретает разные цвета. Типа, вот фиолетовый, синий, голубой. Короче говоря, он может быть разным. Очень красиво выглядит. И, кстати, денег стоит. Вот. Все. Получается, сами селен и Тулуру из отходов медного производства. То есть, каким образом? Сам селен можно получить, во-первых, взаимодействием со СУ-2, да, восстановлением из арксида селена. Вот. А Тулуру можно получить, если сначала, получается, арксид Тулуру в щелочи растворить, образуется соль, да, Тулуурит. И потом уже Тулуурит можно электроризовать, и тогда можно оттуда достать металлический Тулу. Ну, не металлический. Элементарный. Вот. Это прикольная картинка. Для тех, кто ее не видел, обязательно ее запомните как-то себе. Это распределение элементов в природе. То есть, короче, чем выше сплавлец, тем больше в природе этого элемента. Вот. И тут можно видеть, что, в общем-то, калькогены, они занимают такое, типа, важное место. Почему она под наклоном, не знаю, я так куда шел. Вот. И кислорода много, серого меньше, но селенный Тулуру еще меньше. Вот. И на самом деле, как бы, с этой картинкой согласуется все. И, типа, частота того, как часто эти элементы используются в химсинтезе, и в каких-то там, не знаю, в окружающем нас мире, и в том, как задачи встречаются, и так далее, везде. Вот. В соответствии с этим распределением. Ну, потому что, если там есть какой-нибудь, не знаю, элитий, которого у нас столько, то он вверх не встречается. Если есть кислород, который у нас столько, то он встречается везде. Так что, в общем-то, ладно. Так. Интересно, вот 2016-й год провел такой кислород, все рады. Да, время спросить. Кислород, вселенный Тулуру. Да, и это мы проходили галогена, а это вот эти. Втордот, Ворк, Ромни. Кто, кстати, не смотрел по галогенам, у нас есть запись. Потому что можете досмотреть. Ссылки в описании не будут. Лайка тоже не будет. Да, пишите. Лайка тоже не будет. Ну, собственно, зачем применяются эти элементы? Кислород поддерживает горение, поддерживает естественное дыхание, производство стали. Сера. Ну, для серной кислоты. Серная кислота очень важная штука, не только для химии, она везде используется, поэтому это важно. Потом глупенизация резины. Серый происходит. А в порохе, да? В порохе содержится серый, да? Уголь, серый. И что там последний? Силитра. Калия внутри. Вот. Так что, конечно, тоже важно. Но это дымный порох, который раньше был актуален, а сейчас его, конечно, такой не используют. Потом Силен применяют в сероксах. Вот. И фотоэлементов. Фотоэлементы знаете, да? Да. Остальные? Нет. А, ну, короче говоря, там на него типа падают фотончики, ну, то есть свет, а он преобразует это в электрончики и получается ток. Это как бы такие вот батарейки солнечные. Например. Ну, вообще разные бывают фотоэлементы, но вот такие фотоэлементы. Тулур применяется в полупородниках. И в полупородниках всякая техника компьютерная, и вот так вычислительная, обычно. Вот. И в термоэлектрических элементах. А термоэлектрические, знаете, что такое? Ну, я надеюсь, не можете догадаться по аналогу. Бельсия. Вот. Бельсия, да. Бельсия, да. Да. Да, 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 да. Вот. Одна фотоэлементка охлаждается, а другая. Так. Свойства кислорода. Ну, это бецветный газ. Он конденсируется в жидкость и потом в твердость. И это все синего цвета. Да? Вот интересный момент. Кислород нецветный, а когда он конденсирован, он становится голубой и твердый, даже синий. А мы это можем как-то не дышать? Проверить? Да, да. Сейчас жирный кислород. Да. Всегда ношусь. Не, ну, короче, не получится это проверить. Можно проверить это, загуглив видосик. И там все будет сделано. Вот. Парамагнитное. Это все очень интересно. На самом деле, не очень. Кислород тяжелее воздуха, да? Поэтому, когда пожар, лучше ложиться лицом вниз. Потому что... Ну, не то, 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 короче. Потому что кислорода больше не нужно. Вот. Плохо растворяется в полярных растворителей, хорошо растворяется в неполярных. Вы же знаете, да, что такое полярные и неполярные? Да. Думаю. Ну, как подобное. Ну, короче. Вот кексан. А, да. Вы же знаете о кексанах. О-о-о-о. Ну, тогда вам будет интересно. Ну, короче говоря, когда у вас есть... С нами не было, по-моему, только такой проблемы. Ну, в плане. А, типа, что я вас не жалял? Потому что я не знаю, как говорить. Ну, ладно. Теперь тоже не буду. Ну, вот это Дарья Александровна. Я даже напишу его вот так, ущербным образом. Смотри. Вот, да. Цикл омиксал, наверное. Вот. Это углеродики с водородиками по одной или иной. И он одинаково симметричный. Ну, типа, вот цимет, это такая симметрия, такая симметрия. Понятно. Вот. Поэтому он неполярный. Потому что у него все атомы одинаково заряжены. Ну, типа, углероды и водороды все равносильны. И он неполярный, у него нету как бы распределений. А есть какой-нибудь Дензол. Тетерогидрофуран. Тетерогидрофуран, да. Но я люблю Дензол, потому что я с ним работаю. Вот. И у вас здесь вот типа Дельта Плюс заряд положительный. Здесь слабый минус, а здесь совсем минус. Вот такой, скорее всего. Ну, он вот так вот заряд распределяется по молеке. Через серу кислород. И поэтому здесь вот отрицательный заряд, а здесь положительный. И это неполярный. Вот так, кстати, да. Дельта Плюс, Дельта Плюс и Дельта Плюс. Ну вот, тоже неполярный. Вот. Ну, это надо знать, потому что у них очень разные свойства. И, короче говоря, это надо знать. Вот, поэтому кислород вне полярных. Типа, в цикле векса не он распоряется, а в воде нет. Ну, как бы, мало. Так. Ну, типа, вступает рак со всеми вещь с вами, кроме легких галогенов и благородных газов. Ну да. Типа, какой-нибудь там ксенон даже вот с кислородом. Он просто так у нас точно не будет реагировать. Вот. Так же, как и, например, там, фтор, да. Он, ну, как бы, с кислородом. То есть, в плане, чтобы, типа, аксид давать. Он, хлор, да, тоже с кислородом не особо будет реагировать. То есть, все сложно. Дальше. В обыдок окисления. Ну, вот, собственно, реакция окисления. Да, естественно, фосфор, сера, углерод и так далее. Все они окислаются. И я думаю, что они окислаются. Аксид. Аксид. Арканика всякая. То есть, большие соединения, содержащие много углеродов, они тоже окислаются до СОЗМА. Да? Аксид. 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 Ну, как бы, тут все в 8 классе, я думаю, мы справились. Вот. Потом можно еще образовывать комплексы с кислородом. Как всегда, добавляешь какой-нибудь агент, типа, платино-фтор 6, например. И вот этот вот образующийся комплекс, он можно бы, как бы, если по нуменклатуре, то вот это вот будет... Диоксиденил. Диоксиденил. Да-да-да. Короче, это гексофтора-платина диоксиденила. Это не обычный гневой патион, но, в общем, вы можете знать, что кислород таким образом можно связывать тоже. Это даже описана эта штука, когда пытались... Когда пытались исследовать свойства, еще когда с благородным газом начали химию изучать, тоже вот эти реакции столкнулись, что всякие вот Эльюисовые основания, да, они могут... В общем, короче, запомните, что кислород можно связать с кислородом. И для вас, наверное, это только химер. Озон. Да, если озон собрать в кучу, то есть не разряженный, он обычно бывает, а в какой-нибудь хорошей концентрации, то можно будет заметить, что он вообще-то голубоватого цвета. То есть, опять же, здесь видно, что он похож чем-то на кислород. Ну, это и естественно, что он состоит из-за кислорода. Вот. Его структурная формула примерно вот такая, да, то есть это не цикл, а это отдельный атом. У них нет третьей связи. Альфа-угол где-то 160 градусов, но это вам, наверное, не очень интересно. Альфа-угол где-нибудь пригодится. В задачках. Например, в регионе только что была задачка, какому-нибудь надо было углы расписать, нет? В прошлом году. А в этом году я видел такие, нет? И там структура только надо было. Ну, я только не знаю. А углы там есть? Не, слава богу. Ну, повезло. Ну да, можно из кислорода получать озон действием электрического заряда. Я думаю, что вы это тоже знаете. Дальше. Озон сильный тянитель. Ну, это достаточно естественная штука, что он может окислять всякие протоны до воды, да, сам останавливается до кислорода. Воду сам он может тоже окислять до OH-. Вот. То есть, короче говоря, он даже окисляет протоны и воды. Это довольно редко, конечно. Если мы будем его с серой взаимодействовать, то он даст серп плюс шесть, из-за серпной кислоты. Вот. Ну, то, что с ядидом калия, он дает йод и кислород, это вообще качественная реакция в щелочной среде, да? Качественная реакция на зону. Вот. С ядидом дает йод. Дальше. А! Он дает еще азониды. Это очень интересная штука, да? То, что... Минус одна третья. Минус одна третья. Минус одна третья степень экстендера. Да. Ну, формально, да. Получается так. Но по факту у каждого атома будет разная, и как бы так говорить, минус одна третья... Да. Нехорошо. Но для расчетов пойдет. Калия-3 это азонид. Я тут даже помню, что вам... Да. Вот. Привел характеристику разных коксидов. Просто, чтобы вы это повторили за полной. Да. Для десятых классов вы не обижаетесь, что если вам это очень просто, или вы все это знаете. Но я прежде всего ориентирую вот эти лекции по я-органике на девятый класс. Я не знаю. Поэтому для вас, типа, повторяй. Я не знала, что кислород глупый, о чем я. Ну вот, понятно. Вот. А для вас это, потому что динамик. Значит, оксиды, да? Кислород, боминус. Супероксиды, О2, 2-. Тут минусы слетели. Нет, нет внимания. Это сверху. 2-. Супероксид, О2, минус. Да? Что это? Это какая-то влажная. Супероксиды. Или нормально? Все нормально. Все нормально. А, все нормально. Так. Я заметил, это О3, минус. Да? Да. И озониды образуют только калий в виде гицези. То есть, только вот эти вот щелочные элементы. Значит, и металлы. Вот. А пероксиды только самые активные металлы. Хотя, на самом деле, все, кому не лень, образуют эти пероксиды. Но просто они, вопрос в том, насколько они нормальные. Ну, типа, их можно выделить, положить в баночку, положить в шкаф, полюбоваться. Но тогда это только самые активные. А если просто, типа, поверхностные группы смотреть, то все кому не лень. Ну, более хорошая терапия. Ну, более, да. Вкусные, да. Все родственники. Уже мы сенсировали даже, типа. Типа. Да. И мы даже его будем получили. Вы молодцы. Так. Кстати, по поводу получили. Я тут думаю, вам на следующей неделе, после, ну, вот, до окончания реакции, наверное, мы сегодня ее прережем. Потому что, что у вас нагружает. Вот. И в следующий раз, типа, закончим. И потом можем пойти что-нибудь. Сейчас мы еще. Как вам такая идея? Да. Никто на алхимис массаж 5.30. Так. Типа оксидов. Значит, оксиды бывают. ШОРЧ-фит металлов, да. П и Д элементов. ШОРЧ-фит металлов никакие бывают. Ну, активных металлов. ШОРЧ-фит будет М2О формула, да. ШОРЧ-фит земельный МО, ну, короче говоря, вы все это знаете. Вот. А для П и Д элементов у вас более низких. Типа от плюс 1 до плюс 3. Ну и самые редкие плюс 4 бывают. Так. Для П и Д элементов, собственно, это ковалентные уже будут оксиды. По этому они в воде не расправляются и с ней не реагируют, да. В то время как активные оксиды эти, типа натрия, магния, натрия, лития, там еще кого-нибудь, они будут войдет как-то раскаляться. Значит, аллотропия. То есть, про аллотропию и кислород мы уже поговорили, кислород и озон. Теперь следующее. Здесь поинтереснее будет. Сера образуют циклические структуры. От S6 до S12, а еще бывают S18, S20. То есть, короче говоря, большие цепочки из серы. Бывают такие вот короны из серы. Это так называется корона. Что, а из телеков или... Ну да, да, конечно. Это типа вот это спереди, а вот это сзади. Корона. Даже какая-то модель... А, или не здесь, что ли она была? А мы вообще в тот кабинет пришли? У меня есть мнение, что мы у кого-то отжали кабинет просто так. А в какой натуре? Ну это я написал. Потому что я что услышал только. Я сначала пошел в лабораторию, меня послали сюда. А, ну значит твой просто отжали кабинет. Ладно, не важно. Главное, что сидим. Так. Да. Ну, всякие... Для селена бывают разные модификации. Типа там... Их целых шесть, да? Аморфные, черные, серые. Ну это все вам. А почему интересно, кстати, здесь... Вот С, да. Ладно. Потому что я не посмотрел, когда сам это проглядывал А. Шевельков, видимо. Ну потому что скорее всего это делал студент Шевелькова, а не сам Шевельков. Ладно. Ну тылур бывает только кристаллический, да? Поэтому у него как бы тылур бесконечность внутрь. По сути просто тылур. Это все не важно. Так. Ага. Вот у структурки я вам более красиво нарисовал. Вот ромбическая сера, да? Вот такая. И вот ее корзиночка. Дальше. Моноклинная серая. Это вот как раз которая корона. И здесь это если что... Этот самый тигель здесь нарисовал. И разбитый. Ну, знаешь что такое тигель? Да. Нет? Нет? Это такая баночка. Ну, как вам это описать? Это как... Витерко. Витерко. Да. Такое небольшое ведерко. Из сделанной обычно бывает оно из керамики. Но иногда и бывают здесь всякие металлические тигели. Его ставят в печку. Нагревают там сильно-сильно. И что-то получается. Ну вот например моноклинная серая. Вот. Ну и пластическая серая. Это прям вообще просто полимерная почка серы. У меня по-моему были образцы эти серыми. Сегодня взяты. О, да. Опять внимание. Капец. Еще раз нажать. Ну, не важно. Я надеюсь вас не так весит. В общем, вот тут разные серы. Еще раз. Вот это как раз та, которая пластическая. Видите? Она прям выливается от пробежки и застывает. Ну типа погрели серу в пробежке, вылили и вот она вот так. Помню были популярные видео про гомункула. Я видел какое-то видео, где кто-то из серых такую штуку делал и говорил, что это гомункула. Так, это фазовые диаграммы, да. Вы, наверное, такого не знаете, потому что, ну откуда бы вам это знать? Мы только с самыми людьми, да. А вообще мы с вами их пройдем. Ну я, наверное, одно занятие вам по фазовым диаграммам расскажу. Как раз у нас по термодинамике такой небольшой анонс. На следующей неделе будет, ну я не знаю, мы обсудим. Либо мы еще обращаем задачки по вот химическому равновесию, либо мы сразу уже перейдем к кинетике, будем лекция по кинетике, потом задачки по кинетике, и потом будет фазовая диаграмма как раз. Чего это такое? Значит, это у вас зависимость P, T, да, температура, давление. А на эти зависимости отложены разные равновесия. То есть разные состояния, ну какой-то системы. В данном случае система простая, это просто серая. А че мы так в техноте сидим? Да, нужно доступ к атмосферам. Ну че? Можете яркость скинуть? Вот здесь сделаю так, а яркость сейчас. Так. А че я говорил? А, ну а фазовая диаграмма. В общем, здесь просто серая, да? Получается, что при большом давлении низких температур, устойчивая модификация является граммическая серая. Если все вода закончилось, то вы можете посильнее налить воду, поставить. И будет хорошо. Ладно. Вот. Если температуру сделать побольше, то есть область, в которой у нас устойчивая жидкая серая, ну просто жидкая, да? В которой есть пластическая серая, и есть вот этот треугольник, в котором будет устойчивая моноклинная серая. То есть это, типа, сложнее всего получить, ну, только приобретенный кусток. Ну, думаю, вам здесь понятно, да, как это работает? Вот. Если вы впадаете на границу, то вы впадаете в равновесие. То есть у вас часть системы жидкой серы действует, а часть системы пластической. Так, а внутри этого треугольника еще раз, да? Вот этого и моноклинная серая. Вот. Ну, это не обязательно знать, что это именно для серы. Это просто представлять себе, если вам покажут в интерьер-пятке базовую диаграмму и скажут, ну, типа, установите температуру самую высокую и давление, при которой может существовать моноклинная серая, то вы знаете, что это точка 0. Вот здесь вот самая высокая. Тройной равновесие, да, между моноклинной серой и рамбической стеклирует. Да. Свойщик. Но они все горят. Вот. Они горят с образованием, да. Ну, можно сжечь с образованием селена-2 и целуру-2, но вообще-то они немножко другого. А, не важно. Не распаляются, не реагируют в воде. Сера распаляется в бензоне, в серой природе. а селенодолуру нет они взаимодействуют с разными металлами и металлами с фиодом, с азотом, с кем ни по поводу кроме наверное, металлур, который, видите, только с кислородом и галлогеном потому что он не стремится реагировать за всякими не очень такими селечными кислородами можно такой вопрос? что такое энгрэ? энгрэ? это никто и я в тройвовую гризис ааа, все, я понял, спасибо что? ну, ну тут ну, а почему тогда его там нет? кого? а, потому что тройник, ну ладно, логично а что это? ну, типа восемнадцатых ну, не знаю, мне не понравилось я вчера это откуда-то убрал, а оно почему-то осталось ну, прикиньте, вы вчера редактировали презентацию, она не сохранилась она не сохранилась, мне напитно будет я думаю, что-то, может я скоро следующий поставить? нет, не знаю, ладно, не важно аааа, так, это потенциалы, но они вам тоже нужны, ладно значит, дальше, по поводу химических свойств ну, вот, собственно, реакция с галлогенами здесь написана, да? серый софтором дает S106 S106 с чем интересное соединение? оно энерго оно энерго, да, это вот самое основное свойство, непонятное, нелогичное ну, типа, если мы возьмем S-хлор-4, это будет такой, ну, очень неустойчивое реакционное соединение ну, не то, что неустойчивое, как-то реакционно способное, то есть оно будет и с водой давать битролиз, и с другими реагировать там, окисляться, еще что-то, вот аааа в случае, если это S106 то это вообще энерго газ, то есть он им дышать практически можно, и ничего не будет в форме вот, так что S106, кстати, прикольно а почему? да, я это объяснял по 10 классу, да но вам, наверное, еще не объяснял ну что, давайте, кроме 10 класса кто этого еще не пропидел почему S106, это устойчивая штука? а мы знаем а вы, типа, должны знать, я вам это объяснял понял ну, оно выглядит как бы устойчиво а, да, я это не объясню тем, кто ведет будет смотреть, кстати? а, нет нет, пусть им будет не видно ну, волосы ну, сейчас я попробую написать а, мне есть написать первое нет, карандаши берут волю да 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 у меня есть ирик а почему? да можно так смотри, что мы вести там же такие-то разных штук нет, просто там оксорционно доски начинаются ну почему он ходит? массовер У нас есть два фактора стабильности. Это может быть либо стабильность химическая, когда просто у вас не реагирует, потому что нет причин для реакции. Нет области, где заряд собран, сконцентрирован, нет еще какой-то химического фактора, почему он должен реагировать. А есть второй фактор, это стерический. То есть это фактически может ли ваша молекула, которая реагирует, подойти вплотную к другой. И вот здесь как раз он дает больше. То есть если торжесть, то вообще вот он, да? И это не просто ассоциационная его картинка. Если методом ГИЛЕСПИ пользоваться всем тем, что вы, наверное, проходили, если вы уходили на лекции и не уходили на все время лекции, то в общем, короче говоря, это должно выглядеть вот так. Да? Октайдер. Здесь в центре серка, а вокруг вторики. И дело в том, что сера, она довольно маленькая. Ну, в сравнении с селеном или тылуром. А вторы, они, ну, не очень большие, но достаточно сравнимые с серой, скажем так. Ну, это просто следует из-за того, что это легкие элементы. И поэтому вторы, они занимают просто все пространство вокруг серы. То есть со всех сторон, и сверху, и снизу, и со всех четырех сторон боковых, у вас сзади в торах. А прореагировать, чтобы с серой, нужно, ну, к серой подобраться. Потому что сам вторый, он, ну, не будет ни с кем реагировать. Из чего угодно. Поэтому он устойчивый. Да, именно поэтому он устойчивый. Просто никто к сере не может подвести. Ни вода, ни какая-то другая. Все. А еще это газ. И он очень тяжелый, очевидно, потому что в нем, ну, масса качает. Он, например, селец безумный. Так. Ладно. Если с хлором, то С2-хлор-2 получается, да? Уже никакой тени С-хлор-6. Потому что хлор, он больше, чем фтор. И он в таком виде уже просто не влазит. И уже не будет, ну, нельзя с шесть хлоров разносить вокруг серы. Нельзя. Хуйня. Вот поэтому сейчас С2-хлор-2. То же самое с Громом. Вот. Вот. Можно хлорировать больше, то, вернее, если хлорировать селен или целлур, то получается хлор-4. Типа селен-хлор-4 или целлур-хлор-4. Вот. А также целлур можно даже с ионом реагировать. Получается целлур идет четырежда. То есть эта штука со фтором может из селенного с целлуром пойти? Да. Да. Но они же больше. Там места больше. Так что да. Да. Вот. Ну давайте я чего-то хотел. Вчера, пока я сидел и смотрел эту лекцию ночью, я вот эту молекулу хотел вам рассказать немножко о том, почему она такая, и еще раз повторить. Потому что, ну, вот, по-моему, как раз такая сдачка у вас была на регионе, если я не ошибаюсь. С тем, чтобы нарисовать структуру молекул. Да? Для этого нужно понимать, каким образом организованы ее акты. Если кто-то умный, я предлагаю вам самим именно рассказать, почему она такая изогнутая. Эй хочется. Эй, да. Ей так хочется. Ей так хочется. Нет, ну серьезно. Никто не хочется. А почему нет? Нет, почему ей не делать линейную? Ну типа, хлор, С, С, О. Ну там чего-нибудь отталкивается. Ну да, а чего, отталкивается? Очевидно. От чего? От сих. А так не отталкивается, а так отталкивается. Ну, я не знаю. Там типа эти, как бы, конформации. А, немного. Ну, подождите. Не, ну есть, но это не то же. Ну, протокол уже, вроде, распадалов. Это же не касается того, как у тебя распадалов связь. Аааа. Я правильно понимаю, что в этом плане можно сказать, что и вода может быть линейной? Дааа, и я объяснял почему нет. Месяц назад. Вам на онлайн-классе я рассказывал, почему вода линейная. А мне вот и объясняется, почему металлика не плоских, правда. Поэтому по этой же причине это линейная линейная вода. Ну, наверное. Потому что там есть у кого-то линейная квадрата. Конечно. Ну, вы меня разочаровываете. Ладно. В общем, короче, есть серая. Ага, опять кто на видео? А давайте мы им повернем теперь. Вот это лайфхаки. Вот. Значит, вот есть серая. У нее есть шесть электронов, да? Да. Один электрон ушел на связь с хлором. Вот. И вот здесь хлор у него тоже есть. Ну, у него вот этот вот один, который пошел на связь с серой. Дальше. Еще один электрон у нее есть, который с другой серой пошел на связь. Вот здесь еще одна серая есть. Вот. Вот эти типа фотоэлектронная пара. Раз, электронная пара – два. Из нее только выдается два электрона, а тут опять и серая. Осталось сколько? Четыре. Четыре. Это же всего было шесть, да? Шестой групп, ну шестнадцать. Что-то неважно. Вот. Четыре электрона оставшиеся, они распределяются в виде электронных пар. То есть две электронные пары. Когда у нас, то есть мы теперь считаем, сколько у нас электронных пар. Две это серые, вот эта с хлором и вот эта с другой серой. А, это что такое? Всего из четыре. Четыре пара – это что за структура? Тетрайдер. Тетрайдер. Спасибо, что хорошо все помните. В общем, вот здесь вот есть электронная пара – раз, и там вот сзади, типа электронная пара – ну это как бы сзади. Два. Ну и вот третий вниз. Вот это вот штука. Так, а сейчас все будет. Вот это вот по красоте будет тетрайдер, да? Вот. Ну а теперь делаем дальше. Вот на вторая серая. У нее электрон вот этот пошел на связь. Всего шесть. Один пошел на связь с хлором. Вот она пара. И еще две электронные пары у нее, типа… Вот, а здесь другая будет, типа, сзади. И одна будет. Вот здесь тоже тетрайдер. Аналогично. Ага. Вот. Поэтому, если мы теперь смотрим на строение реальных молекул, то есть не вот этих вот электронных пар, которых никто никогда не видел в жизни, а реальных атомов, ядер, то у меня строение вот раз, два, три. Единственный вопрос, как будут расположены хлоры относительно друг к другу. Мы же могли хлора сюда поставить. Но, естественно, они будут отталкиваться. У них одинеременный заряд. Поэтому они в разные стороны. Ну, то есть, потому что тетрайдер пользуется. Потому что такое у нее электронное строение. Потому что у нее есть электронные пары. Тоже тетрайдер? Вот. Это вопрос не какой-то такой заумный. Это вполне вопрос типа регионов. Да, сну. Мы пойдем дальше? А, теперь не можем. Занимаемся видеоблокингом. Как и просить водород. Вот так. Значит, как горит сера? Сера горит синим пламенем, как говорится. Вот. Для образования на С2. Кстати, серу можно с вами пожечь, это очень ези. Ну, насыпать серу в кислород поместитель, и она будет горит. Вот. Сиен на красном пламене, в кислород тоже был. Вот. И, вероятно, для отцидов 4. Окисляется серой, например, хлорной кислотой до серой 6. Телур окисляется даже водой, но, правда, при нагревании бетиказа до телура 2. С выделением водорода. Так. Ну, естественно, перекись окисляется. Перекись уже сильнее кислитель. Поэтому, получается, телур 6. И здесь такая странная вещь. А, 6 телуру 6. Что это? Почему бы он такой? То есть, почему для серы у вас H2SO4, серы 6, а для телура, который, ну, типа, как серы, H6 телуру 6? Почему не H2 телуру 6? Почему не H2 телуру 4? А почему для серы не существует H6SO6? Потому что в ней на рекрование двух-красный кислород. Там рекрование будет спокойно. Интеграл в рекровании? Ну, как называется? Просто это комплекс с водой. Это комплекс с водой? Не, не, нет. Не хватает. Ну, короче говоря, я тут умными словами и стартими искалом. Места не хватает. Ну, в принципе, да. Хоть это решать. Ну, ладно, я рассчитывал не на такой ответ. Ну, мой трейлер. Короче говоря, для телура можно образовывать OH-группы. Это был вопрос такой, типа, простой. Потому что там можно образовать 6 OH-групп по группе. А для серы у вас невыгодное образование 6 OH-групп, и у вас они перегруппироваются с отсоединением модели и образованием тайной связи. Это понятно или нарисовать? Да, нарисовать. Класс. А мы и девочки называем. Девочки? Девочки. Ну, пора нарисовать. Так, серый, да? Так. Ну, серый, как в экспериментальном смысле. Это просто рандомный элемент, который я назвал сер. Вот. Вокруг нее мы ставим вот такой, ну, я типа тетрайдер рисую. Ой, актрайдер на этот раз. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, актрайдер, ну, типа. Здесь вот площадочка, здесь вот, ну, как это, как это, кристаллик, да? Угу. Вот, теперь добавляем водороды, чтобы это были ваш группы. Как это для Теллура, да? Типа, А6, Теллура 6. Вот, для серы это, вот, такое строение невыгодное. И почему она H2-4 выглядит? Потому что у нее отсоединяется два единичка. Вот, если вот так вот мы это уберем. Это уже более умное объяснение, это то, о чем пытался Артемий сказать, что у него перекрывание происходит обитальность. На мой взгляд, как я это все понимал, это все связано с тем, что Сера еще маленькая. Просто у нее меньше взлез. Уровень. Ну, период. И поэтому, это будет перекрывание. Это, в принципе, связано с тем же причиной, почему СФТОР-6 у вас образуется, а СФТОР-6 не образуется. Тот же прикол. Поэтому у вас уходит вода. Только одна? Нет, не одна. Я просто вынесивал. А вот эта связь, она разорвавшись, выходит вот сюда. Ну, там же была связь с водородом, она переключается на эту связь. А вот здесь то же самое. Вот эта связь, которая была здесь, она переключается вот сюда. Ну, и получается чего в конце? СОН. Здесь вот тоже ОН как-то, да? Вот здесь военная связь, и здесь военная связь. Да, Серж? Да, Серж? Почти. Вот. А если бы здесь был Студур, то всё, он большой, и у него это всё уже нормально получается. Красиво получилось. Девочки, перезворачивайте. Чего он не хочет? Всё. Так. А мы это всё закончили, да? Нет. А, да. Ну, почти. Ну, ещё если будет Вселен, да, тоже можно окислить всякими драматами, естественно, до Вселенной 6. Вселенной 6, он так же, как и Сера, да? Поли-2 Вселенной 4. Да. О, ну тут я уже упрашиваю про всякие там комплексы образования вопрос, да? Поли-хотионы и поли-анионы. То, что Сера можно связывать с Арсеником в ТОР-5 и так далее. То же самое это Луфли. То, что С8, это как бы подразумевает, что не обязательно С8, это может быть какой-то более серный, скотч, такая ярко-синяя вот с этого. Кто? Почему? Вот С8, да, плюс. Чудо. Вот как раз объединение в цепочке, оно показано вот здесь, да. В ДМФ, да, демитилмин, форму мид? Демитилмин, форш, 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 форш. Да, это арганит, не ваш. Короче, это просто разборитель, в котором можно как раз наблюдать, как у вас образуются эти полимерные штучки, типа был калий-2 селен, обычный, а к ним от демолом телеселены прибавилось. И тоже самое с теллуром. Был один теллур, а осталось 2 селены. Но это все равно остается такой, как соль. Вот они, структура, для теллура вот такая вот странная, для селена похожая на сервину, но вот здесь по центру у вас общий атом с четырьмя связями. Вот. С8 и селен-4 вообще кубик. Ой, то есть, ну, квадратный. Вот. Диспропорционирует. Значит, селен в щелочи диспропорционирует на калий-2 селену-3 и калий-2 селен. Да? То есть, селен здесь плюс 4, а здесь минус 2. Да? То есть, просто нет. Не знаю. Вот. Потом сера у вас, она умеет делать вот такую реакцию. Это известная реакция, да? Когда у вас сера реагирует молекулярно с сульфидом и образуется тиосульфат. То есть, у вас была сера плюс 4, была сера 0 и стала, ну как бы, сера плюс 2. На самом деле, она не плюс 2, она становится аж целых плюс 6 и минус 2. Вот. Потому что реальная формула тиосульфата выглядит так, вы ее запомните. Полезная вещь, она часто используется, ну, например, в качественной реакции с кионом. Вот. Даже в количестве. Это, типа, я бы сказал, титрование. Ну, чтобы определять концентрацию. Неважно. Вот. В общем, короче говоря, запомните. Тиосульфат. Ну, это ведь 2 и 2, вот. То есть, по центру сера плюс 6 и сера минус 2 как кислород. Ну, собственно, она и есть как кислород, да? Потому что она тоже минус 2 и кислород. Так. Восстановление. Ну, да, серые элементарные, как и селен, восстанавливаются до сульфидов или силимидов, соответственно, действиями металла. Да, кальпигмиты щелочных и щелочным земельных металлов и ионные, остальные – ковалентные или металлические. Полоник. Полоник. Он есть. Вот. Он радиоактивный. Стабильных изотопов у него нету, поэтому кому не охота с радиоактивными работать, поэтому он плохо звучит. Аполлоник-210, астоп, он же стабильный относительно. Ну, он стабильный, насколько я знаю, в Полонии, ну, типа, там, год, что ли, что-то такое, ну, максимум. Но это, вроде, достаточно. Уже неплохо. Ну, как бы, за ним можно работать, если очень хочется. Ну, кому хочется. Ну, удачи. Ну, вот, конечно, да? Аполлоник-210, в период полураспада – 138 дней. А это значит, что он довольно быстро отдаёт, ну, какую-то энергию, да, там, иметь такую распадальность, что ли. Ну, в любом случае, это небезопасно с ним работать не поможет. Почему? Почему небезопасно? Ну, радиация. Клеточки умирают, мутируют. Люди умирают вообще. Я знаю. А я обосновываю. Ну, да. Ну, только кому-нибудь нужно просто. То есть, с Ураном работать с Плутонием нужно, потому что всем хочется сделать ядер другому. А с Плутонием, ну, очень интересно, потому что, ну, кому интересно изучить, как он реагирует со составлянных сарков? Ну, вот. Так. Основные степени Ксения – плюс 2 и плюс 4. Да, Плутония, если что, это металл. Я не сказал. Вот. Вот мы начинали с кислорода, который явный не металл. Прям совсем не металл. Да? Дальше. Сера всё ещё не металл. Силент и Лур проявляют разные свойства. И металлические, и не металлические. Но больше всё-таки не металлические. А Плутония – это уже прямо чистый металл. Вот. И так будет дальше. Когда мы будем идти дальше влево по таблице, у вас всё больше будет проявляться металличность. Снизу будет всё больше металлические свойства. Например, свинья, свинья, янный металл. Да? Олово тоже, в принципе, металл. А сверху остаются у вас ещё пока не металлы. Вот. Так. Ну, что здесь? Ну, металлические свойства. Да? Реагирует с флором, с образованием флорина-4. Растворяется в промо-водородной кислоте с выделением водорода. Ну, как металл реагирует? С аммиаком. Тоже аммиак его постанавливает до металлического полония и сам отселяется до азота. А вот тут вот этот комплекс. Ну, да? Тоже это характерно для всяких металлов, у которых большая... Ну, короче, которые могут как д-металлы, да, типа, образовывать комплексы. Ну, вот он, конечно, и д-металл, но, тем не менее, у него тоже много свободных орбиталей, поэтому он тоже может комплексовать. Всякие там, например, твоя старик-соседия. Ну, здесь он просто горит, потому что полония-2. Ну, я думаю, что понятно вообще. Так, витрин. Ну, тут еще немного осталось. Не знаю, я хочу, на самом деле, спеть Владимир Григорьевич поздравить. А, мы же все хотим успеть его поздравить. Да, да, да. Как бы мы нам с вами сняли? Ладно, давайте мы сейчас его поздравим. Давайте на паузу поставим, или вообще лучше разрешить? Так, спасибо, да. Значит, дальше про гидриды. Ну, собственно, гидриды есть. Они есть для всех четырех этих элементов. По поводу температур, да, как вы знаете, для воды, для чистой воды 0 градусов, да, для всех остальных она ниже. Почему? То есть она же растет, то есть вот для H2S минус 85, да. Дальше H2S минус 65, H2S минус 51. То есть она растет. Почему она здесь так резко упала? Что за такое? Ей хочется. Ей хочется. А почему? Я слышала. Сера любит холодно. Сера любит холодно? Интересно, да? Серьезно. Не, ну серьезно. Серьезно? Мы с вами даже так обсуждали. Ну, видимо, кислород. Я услышал праздникный ответ, но я хочу, чтобы его сказал кто-нибудь. Не из-за трудной связи. Потому что там есть дополнительная энергия. То есть кроме связи между водородом и кислородом, вот здесь, ну вот здесь связь между водородом и серой, да. Вот энергия связи даже где-то приведена, наверное. Наверное. Да? Нет. Короче, нет энергии. Ну, в общем, здесь энергия связи водорода с элементом. А здесь еще есть дополнительная энергия. То есть этот водород, он связан не только с кислородом, ну, с которым он положен, но еще и с соседним кислородом и с окружением, типа соседней молекулы. И так и так связаны все-все-все молекулы. И это называется водородная связь. Вот. Ну, у нее есть энергия. Чтобы испарить воду, надо очевидно разорвать эти связи, потому что в паре этих связей нет. Ну, пар-пар. Там далеко молекулы, они все летают. Вот. Поэтому, как бы, энергии требуется больше, поэтому температура она больше будет. Вот. Водород... Он сам отлично? Нет. Поэтому водородные связи, короче, они влияют. То же самое, кстати, с температурой кипения. Да, они тоже здесь рождут. Там 2 кипит при минус 4. Вот. А вот даже 2 кипит, как известно, при 100. Это, опять же, следствие водородной связи. А, да, это было плавление. Ну, не важно. Плавление то же самое, только в решетке. Ну, мазня, окей. Так. И то же самое еще и в желтках. Ну, то есть угол между... Это, кстати, неправильно. Здесь элемент H, элемент. Я погуглил. Это, на самом деле, H, элемент H. Ну, то есть, прям, грубо говоря, угол в молекул. Вот. Ну, это же не плохо. Вот. И в воде этот угол, он больше. Ну, 92, 91, 90. Это одинаково примерно. А 104 явно больше. Но вот это вот расширение, оно связано в том числе с тем, что вот как раз и водородная связь. Особные свойства. Вода-растворитель, естественно. H2S легко окисляется. H2С тоже. А H2TLUR, он разлагается, да? То есть, он не очень-то устойчивый и при нуле он разлагается на TLUR и водород. Это что за умные диаграммы? А, на то, что я вам сейчас рассказывал, только диаграммы. Ну, то есть, вот, вот этот скачок из водородных связей, да, в температурах. А вот это, это диаграмма эндельбинная. Я вот из скачок произошел, а дальше... А почему дальше поднимается? Да. Ну, потому что меняются свойства покупки. Ну, то есть, сера, она поменьше, да? Селенка будет побольше. Электроотрясательность тоже разная. То есть, ну, как бы, энергетика связи разная. Поэтому чуть-чуть меняется. Аж 2TLUR, жир. Что? А, жидкость? Ну да, и она очень плохая. Ну, если H2TLUR плохой, то H2TLUR тем более плохой. Могите. Это вообще одна из самых жидких людей. А, ты про иплохательность H2TLUR. Я уже знаю. H2TLUR. H2TLUR. Да. Ну, полониям вообще H2TLUR. Ну, это, конечно, просто нет. Давайте перечислять едолит и жидкость. Это интересно. Чем поздравили? Ха-ха-ха. 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 Значит, здесь у вас энтропия, да? И у вас есть... Выше, чем твердость и нежидкость. Поэтому, типа, в энергии гипса значительный вклад у H2S и H2CLN, он будет именно от энтропии. Поэтому, типа, он компенсирует для H2CLN то, что он неустойчив и табильно. Это, типа, понятно? Или это вообще не понятно? Ну, это не понятно. Энтропия. 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 Энтропия, она бывает. То есть, чтобы реакция шла, чтобы соединение было устойчиво, да, у его реакции образования DLGN0 меньше нуля. Вот. При этом, если DLN уже меньше нуля, то это хорошо. Это значит, у вас есть какой-то там задаток, скажем так, в энергии устойчивости. То есть, вы энтропийно можете немножко испортить систему, все равно у нее DLGN0 меньше нуля и будет соединение устойчиво. А вот K2CLN, например, оно уже неустойчиво только исходя из энтропии. Соответственно, чтобы оно было устойчиво, его приходится компенсировать именно энтропийным фактором, то есть ЛТС. А ЛТС у него в газовой базе высокий, как раз это будет хорошо. Потому что минус ЛТС будет низ, и энергогипса понизь. Не знаю, насколько сейчас стало понятно для меня страны. Так. Ну, про уголочки я уже сказал, чтобы подвига будет побольше. А эта энергия, эта самая длина связи, ну, как бы, зачем она может начать? Ну, хорошо, скажем, что для воды длина связи маленькая, чем дальше по кругу, тем связь становится длиннее. Почему? Потому что что? Актерн радиус берра растет, согласен, это важно. А еще? Ну, все-таки он намного меньше, чем длина связи. А растет она? Ну, все-таки. Длина связи. Ну, что, ну, просто реактивная касательность. Что длина связи? Это как у вас притягиваются, за счет электронной пары, вот эти два атома. Вот они притягиваются, тем сильнее, чем сильнее у вас будет разный потенциал. Ну, хуже это. Интеграл на перекрывании. Все, что не интеграл на перекрывании, мне не нравится эта пресса. Почему? Потому что я его не знаю форму. Интеграл, ты, если у меня интеграл, надо знать, что с интеграл. Ну, если функция орбитария патеша, то функция орбитария вторая. Интегрия и ОС. Логично. Да, логично. Ну, окей, интеграл на перекрывании. Интеграл на перекрывании. Интеграторы сейчас. Ладно, значит, умею. Чего я не взгляну с места, чем рассказывать. А, о том, что у вас разный потенциал, чем больше, тем больше, чем выше электродекциальность. Для кислорода он у вас большой заряд на кислороде минус. На Теллуле он меньше, потому что, ну, типа, сильная и слабая, кстати, да? То есть, то есть, то есть, заряды разные. У Теллура заряд не такой большой, поэтому от него по дороге, как ходит по датчику. Вот и все. Ага. Получение гидролиз. Ну, во-первых, гидролиз. То есть, у вас алюминий 2С, алюминий 20 долларов и так далее. Они неустойчивы. В бате, в смысле. Вот, они гидролизуются. Ну, то есть, если вы посмотрите в таблицу растворимости, то там будет против. Почему? Потому что, ну, типа, неустойчив в живности. Собственно, гидролиз протекает как? С образованием алюминия H3D и выделением, типа, H2S, H2N. Причем, H2NL, да, при домальном условиях, он будет для изразложения, H2NL и H2N. Я думаю, что, может, я что-то не то говорю. Типа, я же штабинскими, а потом, мне кажется, что я просто отвлекаюсь. Ну, это обычные реакции, да, вы их знаете. Это просто, ну, типа, осаждение кукурмаза, кукурмаза и так далее. И просто, как бы, из растворов, из ионов сульфидных можно осаждать осадочек, естественно. Вот. Потом можно частично замещать, да, то есть, один протон можно тоже оторвать. Типа, если добавить немножко щелочи пропустили, типа, в щелочи немножко... Нет, это не прокат. Немножко щелочи, например, H2S, слабую трубу, можно вызывать натрий-HS, да. Типа, гидросульфид натрий. Если побольше щелочи, то у вас будет уже полное замещение. Там какие-то умные структуры, ну, буквально, ладно. Окисление. Гидриды можно окислять. H2S горит, ну, если слабо его окислять, с образованием H2O, хотя на самом деле можно его дожечь до H2O. Также H2S может йодом окисляться даже, да, до серы и H2O. Браспорт. Если добавить сильный отъяситель, то есть, типа, к сере или к селену к минус 2 добавить перманганат, то, естественно, он будет, кстати, сильнее. И будет селен плюс 6 или серо плюс 6. Сульфаты или селенаты. Селенаты. Ну, типа, сульфат, да, селенат. Т. Да. Т. Ну, вот. Я думаю, здесь понятно. Существуют и другие гидриды. Ну, для сенарода, думаю, вы знакомы. H2O2, да, перейти сенарода. Ну, мы все кумусы. Вот. Для серы существуют и гидриды полимерные. Ну, типа, когда лазер. Ну, не полимер, а полис и ульфат. Спасибо за обное слово. Полис и ульфат. Вот. H2S2, H2S3, H2GN, H2S6. Все, собственно. А, подождите, здесь должен был быть... А, а почему я здесь... А, я не знаю, зачем я здесь... Короче, этот слайд должен был быть даем до этого, чтобы не было. Просто, ну, все, я предлагаю на этом завершить, потому что я уже... Я так и знал, что я к этому моменту устану. И я думаю, что и вы, наверное, тоже... Ну, мы после первой обращенной недели... Типа, у вас еще есть скил жить? Да. Не, я предлагаю просто перенести, типа, остатки, встречать. Там осталось где-то две презентации на следующее занятие. Вот, там позаниматься и после этого сделать практику. Это следующая катясь. Вот. А сейчас нам нужно определиться, как мы с вами работаем. Потому что, конечно, опросы — это ужасно, это очень долго все. Проще вас просто спросить. Смотрите, следующая неделя. Я, наверное, думаю, что мы сначала с вами решаем сдачи в нормальном режиме. Не когда я решаю сдачи, надеюсь, что вы что-нибудь поняли. А когда мы с вами вместе стоим, типа, на доске и решаем. Или, там, вы сидите за партами, мы вместе обсуждаем, как вы что-нибудь решаете. Вот. Поэтому мы, наверное, порешаем с вами по химической термодинамике, по химическому равновесию значки. И потом еще на следующей неделе так же второе занятие — это по неорганике. Собственно, мы закончим лекцию и сделаем что-нибудь руками подтягивать наверх. Предложения по богу синтезов принимаются. Если ничем никто не предложит, я скажу. Это вы нам как-то давно поняли? Вы обещали? Натрий нам подъезжает? Блин, поджечь натрия — это страшная история. Мы недавно чуть пожарную устроили в лаборатории. Мы решили... Еще что-то мы обещали. Сера обещала поджечь? Это, кстати, в тему. Нет, еще что-то обещает. С натрием мне друг говорит недавно. А хочешь посмотреть, как натрий говорит? Он забрал ячейку. Ну, ячейку электрохимическую. У него натрий-металлические аккумуляторы. Вот. И скинул его в раку. Ну, так сбывало просто. Просто вокруг его обошло. Руки, короче, это ужасно. Чуть пожарную устроили там. Так что, в общем, короче... Ну, там, когда ударение нас вбелились. Ну, в общем, короче говоря, натрий надо аккуратно сжечь. Это можно только доконтиться. Все. Тут еще остались печеньки. Кто-то хочет печеньки? А, да, лекцию мы выключаем. Ну, так... Так. Ну, так... Ну, так... Ну, так... Продолжение следует...